Друзья, привет! Нахожусь в Фикс Прайс на проспекте Большевиков, 33, Санкт-Петербург. Поступили новинки к Пасхе. Очень симпатичные и многое другое. Приятного вам просмотра! Декорация пасхальная яйца в наборе 50 штук, небольшие, похожи на перепелиные в крапинку. Есть еще голубые и розовые. 69 рублей. Очень красивая декоративная ветка. Здесь несколько штук украшены ягодками, яйцами и перевязаны ленточкой. Можно веточки разгибать, так как в основе есть сталь. Есть разные расцветки в наборе. Цена 149 рублей. Очень аккуратная. Симпатичный пасхальный букетик. Здесь и птички, и яйца, и цветочки, и ягодки. И также можно веточки расправлять, так как в основе также есть сталь. Разные расцветки. Цены, к сожалению, пока нет. А это набор для составления пасхальной декорации. Здесь травка из сизали. Также есть яйца, птенчики. Есть разные расцветки. Опять же, 99 рублей. Наборы птенчиков поступают каждый год. В этом году не исключение. Их 6 штук. Есть в очках, есть в кепочках, есть с цветочками. И в этом году даже есть с коронами. Цена 87 рублей. Декоративные фигурки птенчиков, цветных кроликов. На палочках 6 штук. 99 рублей. А также есть пасхальная декорация. Наборы яиц. Здесь также травка, веточки. 83 рубля. Яйца на подвеске. В наборе 9 штук. Яйца блестят. Есть в наборах разной расцветки. 99 рублей. Формочка для кулича. 6 штук в наборе. Сделано из мелованной бумаги. На обратной стороне есть рецепт кулича. 83 рубля. Красивые пасхальные веточки. Длинные. 44 сантиметра. Здесь и яйца, и цветочки, и что-то похожее на вербу. Сталь, ЭВА, ПВХ. 79 рублей. Посмотрите, какая прелесть. Это тарелка и два кролика. Тарелка с внешней стороны. Объемный рисунок. Сделан под корзинку. Материал керамика. 249 рублей. Очень симпатичный. Форма для пасхи. Сделана из пластика. 49,50. Есть ярко-красные и желтые. Корзинка пасхальная. Украшена цветами и травкой. Размер 14 на 10 и 16 сантиметров. Есть розовые цветочки и красные. Туда, по-моему, можно положить яйца. 87 рублей. Подставка под кулич и яйца. С прекрасными надписями. Сделана из фанеры березы, картон и ламинация. Очень большой выбор дизайнов. Разные надписи, разные рисунки. 87 рублей. Посмотрите, какие милые котики спящие. Сам корпус сделан из пластика. Сверху очень мягкий мех из плеестра. А подстилка сделана изо льна. Котики разные. 149 рублей. Набор для творчества. Деревянная раскраска. Пасхальные подвесы. В набор входит 3 подвеса на заготовке. Акриловые краски 6 цветов. Кисть и джутовый шпагат. Материал фанера березы. Производитель город Москва. 199 рублей. Выбор, как всегда, большой. Подвесы с разными рисунками. Поступили лампады 11 см. Сделанный из красивого стекла, металла и парафина. Производитель Беларусь. 116 рублей. Сюда также поступила великолепная серия книг «Чудеса России», которая расскажет о самых красивых зданиях в нашей стране. И можно собрать 3D-модель этого здания. 99 рублей. Сюда также поступили все садовые фигурки, что я вам показывала ранее. И привезли новую партию таких декоративных фигур. Котики есть, муравьи с котомочкой и с лопатой. И, естественно, есть курочки. Стоят они 79 рублей. За муравьями просто гоняются все. Кашпо для цветов «Милая девушка» Бонита. Здесь есть розовые, беленькие и светло-светло-серые. 199 рублей. Очень мягкие коврики для ванной комнаты. Вот такие комбинированные, полосатенькие. Голубые с синим, серые, со светлым. И такой вариант. А, вот еще такой нашла. 199 рублей. Набор для ремонта. Туда входит 5 валиков с рукояткой и ванночка. Сталь, полиэстер, пенополиуретан. 149 рублей. Воронка с гибким носиком. Диаметр 13,5 см. 83 рубля. Ажурная корзина на 4 секции. Серые и белые. 79 рублей. Есть также контейнеры-переноски. Белые и серые. 99 рублей. Поступили ведра строительные. Толстый пластик. 12 литров. С мерной шкалой внутри. 116 рублей. Также ведра есть на 8 литров. 79 рублей. Таз квадратный. Объем 13 литров. Две расцветки. 149 рублей. Вновь поступили перчатки хозяйственные. В коробках 50 штук. Прочные, эластичные. Размер S, M, L. XL. 199 рублей. Полотенце махровое. 50 на 30 см. 100% хлопка. Производитель Узбекистан. Такие расцветки. 79 рублей. Пряжа из 100% акрила. 300 метров. 100 граммов. Производитель Турция. 116 рублей. Пряжа. 49% хлопка. 50 акрил. Также Турция. 165 метров. Почему-то в этом магазине написано также 116 рублей. Вакуумные пакеты. Две штуки. 80 на 60 см. 60 на 40 см. Насос входит в комплект. 199 рублей. Щетка хозяйственная. Полностью сделана из полипропилена. Есть светло-серые и синие. Россия. 69 рублей. Окномойка двусторонняя. С телескопической ручкой. Раздвигается до 102 см. Есть резинка. Есть мягкая часть, которую можно снять и постирать. Нержавеющая сталь. Термопластичная резина. Полиэстер. 199 рублей. Светильник ночник светодиодный. Вот такой симпатичный зайка. Светит мягким светом. Светильник силиконовый. Очень мягкий и приятный на ощупь. Работает от батареек, которых нет в комплекте. 299 рублей. Бальзам для посуды от Синергетик. С дозатором. Пол-литра. Сейчас можно купить по карте. За 99 рублей. Три аромата. Вновь поступили чайные пары. С жемчужинкой. Все расцветки. 349 рублей. Друзья, спасибо большое за внимание. Продолжаем любоваться дворцом великого князя. Я с вами прощаюсь. До скорой встречи. Всего хорошего и пока. Но вся лепнина здесь подлинная. Это не только потолок, а кормление трех дверей и камин. Лепнина вся подлинная. Смотрите, какие землянцы потолка свисают подлинной. По четырем углам овальных педальонах. Это ее анонимное. Написанное полотно опять у нас сохранилось. И опять это свадебный подарок. Это Александра Второго, Мария Александровна. И в Миналевске и здесь тоже живая телесница. Комната использовалась не только как для отдыха. Она еще и курительной комнатой была. Мария Павловна много курила. Здесь же размещались милые безделушки от фирмы Фаберже. Всегда было много. Очень красивые вещи. Здесь любили. Все это там, не все, и помощь все равно. А так там была... Курительная комната. Подданный камень белым лаванцем. Подданное полотно Владислава Измайловича девушке-сельдяк. И вот эти дети, которые самые родители, плотные, закрывались достаточно сложно. И вы смотрели, а там просто в точном шкафе. Как плотные, а ты как широкий. Идры с этой стороны. И слава и слева такие плотные формы. То есть она и серебряная, а там синие. То есть она и слава и слава и слава, и слава и слава и слава и слава. Мы, думаю, ученых использовали достаточно аккуратно эти помещения. Мы с вами прошлись по Ангеладе. Ведь ученые сидели на этой мебели, когда, конечно, все это страшно подумать, но сидели аккуратно. Всегда застилали мебель какими-то сверху крывалами, видимо, фотографиям ставил. И вот такие вот важные ученые здесь сидели, какие-то доклады обсуждали научные. Мы с вами прошли чуть-чуть южнее. Там у нас окна смотрели на него. А здесь такая, смотрите, окна смотрят два двор. И это только первый двор, так называемый парадный. Здесь арка видна хорошо. И вот она ведет во второй двор. И только потом уже миллионная улица. То есть здесь видно очень хорошо. У нас расположились самые личные покои Великого князя и Великой книги. И вот это, наверное, самое интересное помещение. Потому что это спальня бывшая, Великогняжеская. Она, конечно, сегодня таковой не является. Ученые ее переделали в гостиницу, сегодня неделенная гостиная. Но спальня, это то, что эта спальня была общая, семейная. И вот у Великого князя и своего мудро-нагерного князя, спальни там не было отдельно. Все-таки сюда он добирался в спальню, зайдя по той самой потайной лестнице. Потом за эти годы, что, зайдя с миллионной, в слуги из своих покоев, могли попасть вот в эти вот полные места. Продолжение следует...